Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Последний указ от главы Российского оборонного ведомства Сергея Шойгу привлек мое внимание. В последние годы Россия и Китай тесно сотрудничают и реализуют множество проектов, включая в сфере безопасности. Однако, отмечу, что недавний приказ вызвал вопросы в Поднебесной. Различные китайские издания сообщили в своих недавних сообщениях о направлении представительной делегации России в Мьянму. Заместитель министра обороны Александр Фомин возглавил эту делегацию, а в Мьянме он стал почетным гостем военного парада, который прошел на главной площади Непидо. Кроме того, представитель Российского оборонного ведомства провел ряд встреч со своими коллегами из Мьянмы. По моей информации, на одном из событий российские представители озвучили приказ номер 77, подписанный Шойгу. Согласно этому документу, ряд старших офицеров Мьянмы были награждены медалями за развитие международного военного сотрудничества и за боевое товарищество. И это вызывает большие вопросы в Поднебесной. Например, китайские различные издания задаются вопросом, действительно ли Россия стоит за бирманской армией. И это вызвано сложным положением Мьянмы и ее отношениями с различными странами, включая Китай. Оборонное сотрудничество России с Мьянмой вызвало беспокойство относительно целей, преследуемых Москвой. Однако факт награждения мьянских офицеров медалями указывает на тесное сотрудничество между странами, что и вызывает удивление в Китае и различные вопросы. В связи с трудным международным положением Мьянмы, Китай признает Россию единственной страной, которая оказывает о Мьянме поддержку. Но как вы думаете, что же вызвало такой резонанс в Китае после недавнего приказа главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу и направления представительной делегации в Мьянму? Почему это вызвало вопросы со стороны Китая и какие могут быть последствия для региональной политики и безопасности в целом в этом регионе? Поделитесь своим мнением по этому поводу в комментариях под видео. Ну а на этом выпуски от канала Допарми, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok